приветствую всех кто заглянул на мой канал роскошные ароматы и сегодня я решила поговорить об ароматах от булгари у меня уже есть обзор на один из ароматов это аромат у магнолии красный такой флакон но я думаю все уже знают что в этой линейке где вот такие вот флакончики вот такой вот форма есть несколько ароматов то есть там их не 4 по моему больше там еще есть роза еще какие-то но вот я решила купить вот этих три ну во первых посмотрите какие красивые флаконы то есть ирис это такой прозрачный флакон с такой вот желтой жидкостью тубероза это темно-синяя такой как вечерний аромат к вечернему платью и такой белый тоже непрозрачный флакончик все просто красавцы когда у меня появилась магнолия я решила обратить внимание на другие ароматы этой линейки что касается розы то роза у меня когда-то была в отливаньте не скажу что она плохая она хорошая отличная но у меня уже ароматов розе очень много есть любимчики поэтому как-то с розы решила повременить но не факт что не появится у меня в коллекции три аромата в частности ирис тубероза и пачули я решила купить но как вы видите флаконы разного объема а почему я сейчас расскажу ну начнем давайте вот с такой красоты вот такого малыша это пачули тентейшн аромат от булгари аромат женский основные аккорды пачулевый пудровый ирис древесный землистый мускусный теплопряный фруктовый бальзамический и сладкий аромат выпущен в 2020 году принадлежит группе шипровые цветочные ну по нотам что может быть в аромате о пачули естественно пачули и по нотам здесь видно что во всех стадиях раскрытиях есть пачули это правда но верхний это там еще персик присоединяется средних корень ириса и база это белый мускус но если так честно и откровенно это сугубо аромату пачули чем мне этот аромат понравился чем меня зацепил что здесь пачули носибельные вот если так одним словом выразиться те пачули которые можно носить в принципе каждый день можно носить тем кто как бы хотел что-то из этой оперы но боится вот таких ярких пачули например reminiscence пачули у меня есть аромат это ну просто я не могу его выносить я его никуда не ношу я его только тестирую дома хотя она распил у меня его берут в основном правда мальчишки не девчонки но вот тут аромат яркий ядерный а вот здесь аромат под флакончик вот смотрите такой белый красивый и вот аромат так узнаете очень очень милый и симпатичный но но здесь есть также одно но почему у меня флакончик самый маленький то есть 30 миллилитров да потому что я понимаю что аромат из пачули не фавориты у обычных людей и когда этот флакон купила я на работе его распаковала на снесла на себя как-то так потестить и когда коллеги заходили как-то знаете не особо такие были лестные комментарии находит предвзятые отношения что запах аромат какой-то в кабинете не такой и я понимаю что вот такие пачулистые ароматы лучше не наносить в люди то есть это аромат для меня любимой люблю его в холодное время года но даже когда тепло неплохо раскрывается ну вот как-то обычный обыватель их не любит не понимает это не касается аромата сугубо от булгари нет а вообще когда я смотрела фрагрантику еще до покупки я увидела что он похож с нарсисо белый кубик и ботеговенета ботеговенета тот который о замши о коже и именно из-за ботеги я решила его взять но для меня здесь например такой замшивости вот как рьяна руш вот я все сравниваю с рьяна руш вот для меня это самая такая классная удобоваримая интересная и носибельная замша все остальные ароматы с кожей как-то все мимо меня так вот здесь такой кремовости какой-то замшивости я не услышала для меня здесь в основном идут пачули может быть где-то персик вот эта фруктовость немножечко облагораживает эти пачули что они не такие ядерные не такие серые землистые а вот они все равно мягкие более женственные и интересные а вот замши я не слышу хотя многие отзывы пишут наоборот что никакого персика есть кремовая замша с белым кубиком от нарсисо тоже я бы не сказала что они похожи белый кубик это для меня такой яркий мускус такой напористый наглый но здесь как-то такого нет и сразу хочу оговориться что вся линейка сплэндида очень такая интеллигентная даже тубероза вот которая как бы есть тубероза да она все равно интеллигентно она все равно такая культурная да не вызывающая то есть чем меня эта линейка покорила что все здесь в меру вот действительно как ювелирные украшения все тонко и деликатно но вернемся к нашим пачули от булгари и вот для меня еще раз повторюсь здесь очень красивые нежные для меня например очень даже носибельные пачули но на работу я их больше надевать не буду а буду носить сугубо для себя поэтому взяла вот такой вот флакончик но я изначально взяла такой флакончик потому что но как-то не была уверена что не мне понравится и рада что у меня маленький флакончик то есть я его с удовольствием сношу без проблем потому что большой флакон для меня наверно было бы чересчур чересчур но но также рекомендую настоятельно именно этот аромат именно пачули тестить поскольку в некоторых отзывах считала что эти пачули не нежные какие-то резкие колки прям какие-то землистые поэтому говорить что это все такое нежнятинка вот как белый флакончик и пушистенькая и нежненько что-то во флаконе это для меня а для вас это может быть наоборот все в два-три раза громче объемнее и так далее поэтому вот этот аромат я бы все-таки рекомендовала за тесте ну либо купить маленький флакончик чтобы если что ну хотя бы небольшой объем вы могли использовать что касается стойкости стойкость у всех ароматов не скажу что шикарная но неплохая неплохая то есть например полдня я так слышу прекрасно особенно вот этот аромат и туберозу на одежде больше конечно слышимость но вот что мне нравится что звучание такое интеллигентное то есть нету вот этого диффузности 100 километровой шлейфовости вот этой 100 километровой то есть все в меру самые такие приятные как для меня пачули очень интересный и достойный аромат так ну следующий следующий товарищ на обзор следующий кандидат на обзор это ирис отдох также линейка сплэндида вот флакончики мне нравится очень такие вроде бы сначала не как-то не цепляли смотрю ну что-то такое непонятно а вот сейчас очень даже нравится и вот аромат вы видите во первых прозрачном флаконе такой нежно-желтый и вот такой же и аромат в жизни и так сплэндида ирис одор от булгари для женщин основные аккорды пудровый или зеленый древесный желтый цветы озоновый землистый акватический цветочный и фиалковый аромат выпущен в 2017 году то есть помоложе нежели пачули принадлежит группе цветочные древесно-мускусные и вот этот аромат для меня самый неслышимый и самый нежный то есть почему-то из всех ароматов линейки включая и магнолию я этот аромат слышу меньше всего вот здесь мне не хватает от этого звука вот этого фона кричащести это не хватает и здесь по нота мы видим что нот уже намного больше то есть здесь и зелень ирис мимоза лист фиалки и сандал в общем много-много всего и действительно аромат об ирисе но не могу сказать что здесь вот ирис какой-то такой классический то есть для меня вот такой самый эталон аромата об ирисе летниями до летний весенний это правда инфьюжен де ирис вот тут аромат вот как-то для меня стал эталоном ирисовых ароматов как-то так здесь этого нет здесь аромат понежнее по прозрачнее по хрустальнее но тем не менее он также прекрасен он также достойный внимания когда я этот аромат получила вы знаете как то я вообще практически ничего не слышала сейчас он немножечко отстоялся и я надеюсь что к лету ну или когда будет тепло тепло весной он еще больше настоится и тогда вот эта вся красота выйдет потому что читала что многие ароматы вот такие весенне-летние как-то зимой не звучат то есть их не слышно а вот летом весной они уже как бы раскрывается показывает всю свою красоту но еще раз повторюсь что некоторые отзывы пишут что это тяжелый такой некомфортный удушающий аромат нет для меня абсолютно нет для меня здесь кстати особой какой-то пудровости нет ни помадности но если выбирать между пудровостью и помадностью то помада сидеть как-то больше вот если так кремовости помадности вот на для меня нежели пудровости пудр как-то я здесь не особо слышу но тем не менее аромат интересный и вот флакончик цвет жидкости вот такой золотистый его для меня это действительно вот такой золотистый ирис да именно цветок не корень а вот цветок почему-то мне ассоциация именно после дождя когда или утром когда вот этот ирис Покрыт росой и вот этот нежный-нежный аромат Также хочу отметить, что аромат, несмотря на то, что здесь есть ирис Немножечко проскальзывает вот этот косметический аромат Немножечко проскальзывает вот аромат косметики То есть вот что-то такое уходовое, немножечко может кремовое здесь есть Но оно здесь также очень нежное, очень деликатное И главное, звучит сбалансированно с самим парфюмом То есть нет вот такого, что вот сугубо аромат косметический Или сугубо аромат ириса Все как-то смешалось и звучит очень мягко и интересно Я, конечно же, хотела бы услышать пудру Но я надеюсь, что летом в жару все-таки эта пудра появится Что касается мимозы Ну, как-то к аромату мимозы у меня такое двойственное отношение Поскольку в одних ароматах она мне нравится, цепляет, в некоторых душит Но вот здесь вот такой мимозы пыльной, такой, знаете, пыльца мимозы Нет, я не слышу Но вот легкий налет, вот такой легкий флер я могу отметить То есть здесь вот, если говорить о чем аромат Я бы сказала, здесь ирис мимозы, ириса больше Немножечко вот такого косметического чего-то Может для кого-то это помадность некая Но вот еще хочу услышать пудру, хочу пудру Также здесь есть зеленые ноты Но зеленца здесь не такая, как, например, в Шанель номер 19 Нет, зеленца здесь не явная Она больше эфемерная, как на мой нос То есть вот, скорее всего, это не зеленца А вот если цветок ириса взять Именно и цветок, и стебли, и листья, и все это смешалось Вот это будет ирис-одор Вот, скорее всего, так Не такая зеленца классическая, вот которой мы привыкли Ну, а вообще аромат мне понравился Но жду вот тепла и лета Вот летом я надеюсь на вот эту зеленцу, какую-то пудру В общем, вот эту красивенную красоту Потому что отзывы об этом аромате в основном очень даже позитивные Ну, переходим к третьему, к третьему кандидату на обсуждение Это тубероза мистик Флакон самый красивый, как по мне Потому что он и не матовый, вот как белый, абсолютно непрозрачный Но и не такой прозрачный, как и магнолия или ирис А он синий, но вот стекло такое, как в ирисе И мне этим он очень понравился Почему я решила взять туберозу Ну, не знаю, смотрела отзывы девчонок Которые увлекаются именно ароматами от Булгарии из этой линейки И вот многие любят и ирис, и туберозу Я не фанат туберозы Очень даже нет Скорее нет, нежели да Но думаю, возьму, попробую Поскольку девчонки в отзывах говорили, что она не такая ядреная Не такая супер-супер кусючая, хищная, ну и так далее, и так далее Итак, спландита тубероза мистик от Булгари Основные аккорды Тубероза, ванильный, белые цветы, амбровый, фужерный, зеленый, бальзамический, фруктовый, сладкий, животный Аромат выпущен в 2019 году И относится к группе восточные цветочные Нот здесь тоже, так сказать, не особо много, но и не совсем мало Ну, конечно же, туберозы здесь есть Ваниль, чтобы сладость Черная смородина и давана Давана, это, по-моему, то ли что-то вроде полыни или какой-то такой горьковатой травы, если я не ошибаюсь И вот соглашусь с некоторыми отзывами, что аромат действительно больше вечерний Вот если ирис на работу без проблем Ну, почули, как бы, еще можно, да И туберозу я бы не рекомендовала использовать в качестве каждодневного аромата Потому что, ну, вообще, ароматы с туберозой, они такие очень специфические То есть их надо любить, понимать, наносить в нужной дозе, так сказать Но вот для меня они не для работы Единственную туберозу, которую я представляю для работы, для каждодневной носки Это линтердит от Givenchy Вот линтердит черный или руш Вот они еще какие-то такие носибельные туберозы, в принципе, которые большинству нравятся Здесь тубероза немножечко хищная Не такая хищная, как, например, в той же Мансера, Дикий питон Или не Шанэ у меня из тубероза, та тоже такая ядрененькая Здесь вот что-то такое среднее Но не скажу, что она легкая И что она такая прям неслышимая Прям намек на туберозу Нет, старт, да, вот тубероза Причем такая немножечко ванильная Яркая Мне это не очень нравится Мне больше нравится аромат, когда он уже немножечко уселся И когда он усаживается, то все это остается Но это звучит вот таким, ну не скажу, что легким флером Но менее ядовито, так скажем И более носибельно Стойкость у туберозы самая, по-моему, такая сильная, как по мне Вот мне кажется, почули они стойкие, но менее яркие А тубероза и стойкая, и яркая Когда аромат усаживается, тубероза становится, ну как бы немножечко сливочной То есть вот эта хищность уходит И остается вот такая немножечко все-таки хищная, но более сливочная тубероза Понравился аромат? Понравился, но не скажу, что влюбил в себя Как бы из всех ароматов с туберозой Этот у меня на первом месте Ну не включая Линтер Диджи Ванши Если брать Нишане или Дикий Питон, то он мне понравился Поэтому, если вы любите такую немножечко Немножечко, подчеркните это, немножечко хищную туберозу Но в основе все-таки больше сливочную При этом она и сладковатая, но не приторная Также есть здесь некая зеленца Но это не зеленца, а вот этих хищных тропиков То есть здесь всего как-то так намешали Что ты понимаешь, да, аромат с туберозой, аромат яркий Но все это как-то в умеренной дозе Это все носибельно Это все приятно И если говорить о туберозе в целом То для любителей туберозы, для фанатов Я бы рекомендовала тестить Потому что для вас, может быть, этот аромат покажется никаким Для нелюбителей, ну, наверное, скорее тоже нет Если вы хотите начать свое знакомство с туберозой Но не знаете с чего То вот мне кажется, булгари тубероза мистик Как раз вариант для вас То есть это аромат для того, чтобы ознакомиться С этими туберозными ароматами Что это такое, с чем его едят И так далее, и так далее Фавориты, фавориты На первом месте у меня все-таки, наверное, магнолия Красненький флакон На втором, наверное, ирис Потом тубероза И потом почули То есть вот как-то так я места бы расставила Итак, девчонки и мальчишки Буду закругляться, потому что наговорила и так много всего Много всего Если вам видео понравилось, то ставим пальчики вверх Также не забываем подписаться на канал Иконочка вот где-то здесь Вот там вот сбоку есть иконочка Подписываемся Все эти ароматы, кроме почули, я распиваю Конечно же, тубероза и магнолия распиваются в большем объеме Поскольку там флаконы 100 мл Ирис буквально там пару мл поделюсь А если весной уйду в запой, то может и делиться не буду Ну, почули тут нечем делиться Тут 30 мл Если у вас еще есть какие-то ароматы из линейки спландида Ну, кроме розовый такой флакон Тот аромат я знаю Напишите, что еще вы посоветуете Есть еще там куча ароматов Жасминов, жасминуар Ну, я так понимаю, они уже сняты с производства Тоже хорошие о них отзывы Но уже их просто практически нигде не найти Ну, возможно, какие-то остатки во флаконах Кто-то где-то перепродает Марк в Булгарии как-то обходила стороной Почему, не знаю Но вот после линейки спландида После моего любимца детской пудры Петит Маман Просто влюбилась в тот аромат Обожаю, обожаю, обожаю Также есть у меня от Леванты чаев То есть у меня там, не помню Какой-то белый или синий Или зеленый чай Тоже вот эти чаи от Булгарии Мне тоже нравятся Поэтому Булгарии как-то меня покоряет Удивляет, приятно И что еще вы посоветуете Интересненького из этой марки Достойная марка Достойные парфюмы выпускает Все, на этом буду закругляться Поэтому, если вас интересует Распив моих ароматов Переходим в инфобоксик Там все мои данные о распивах Все мои контакты для связи Ну а на сегодня уже буду закругляться Поэтому всем пока-пока И до скорых встреч